Бастион. Плазменная винтовка в первый слот. Единственная в игре. Экзотическая винтовка, которую ждали десятки тысяч игроков. 28 января. Появилась в игре раньше положенного. Я уже рассказал, как получить эту винтовку в прошлом видео, немного поделился впечатлениями от квеста и пообещал сделать отдельный ролик с впечатлениями от этого экзотика после того, как поиграю с ней. Что ж, я потратил день на это и мне есть что показать. Меня зовут Джонни Лейни и я рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп. Но прежде давайте я расскажу вам об игре Raid Shadow Legends. Я не знаю ни одного человека, кто бы не слышал о Raid Shadow Legends на мобильных устройствах. Но теперь есть новость бомба. Игра наконец-то доступна для ПК и Мак и графика там просто потрясающая. Raid это игра в духе старых добрых РПГшек, в которых мы пропадали в детстве. В игре есть множество вещей, которыми можно заняться. Вы найдете здесь сражения с множеством противников в ПВЕ и бои против других игроков в ПВП. Битвы с крутыми боссами, подземелья, клановые сражения. Определенно каждый найдет в игре что-то для себя. В Raid Shadow Legends большое и активная русская комьюнити, которая поможет освоить игру. Я уже опробовал Raid на своем ПК и игра запускается и работает очень гладко. Вам даже не обязательно иметь дорогой и супер мощный компьютер. Мне нравится Raid и если вы хотите присоединиться ко мне, найдите меня по нику JohnnyLaney в игре. А еще версии для мобильных и ПК связаны, так что вы можете играть в Raid на своем аккаунте на ПК дома. А когда вам нужно будет бежать, то где-нибудь в дороге вы продолжите прокачивать своего чемпиона со своего смартфона. Вы можете быстро скачать игру с официального сайта, после чего она всегда будет доступна на вашем ПК. И знаете что самое классное? Эта игра абсолютно бесплатна. Начни играть прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании под видео. Качай игру по моей ссылке и получи 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Я рекомендую попробовать эту игру. Удачи и жду тебя в рейде. Квест на бастион... неловкий. Я уже сказал, что я разочарован, расстроен. Тысячи людей гадали коды от лабиринта в коридорах времени, в надежде получить секретный экзот. Награду сюрприз. Все ждали момента, когда карта будет составлена в том порядке, чтобы по ней можно было пройти к нашей могиле из будущего. Насколько интригующая завязка. В итоге мы получаем винтовку, которую нам обещали на следующей неделе обычным квестом. Единственная памятная награда это... Это что, эмблема? Не уверен, что так было задумано заранее, в этом нет никакого смысла. Конечно, кого-то и такое положение дел устроит и он будет рад любой награде, особенно если сам не очень следил за пазлом. Но мне интересно, как много тех, кого квест так же разочаровал, как и меня. Поставь лайк, если согласен, или напиши в комментариях. Так или иначе, она у нас в руках. Начать лучше с хорошего, верно? Выглядит в руках она просто офигенно. Механизм заряда с этими символами, невероятно красивая винтовка. Многим экзотам сейчас не хватает каких-то вот небольших деталей в дизайне, которые дают жизнь оружию. Перки винтовки, кулаки сэнта, заряд из трех очередей кинетических снарядов. Да, точно, главная же особенность, что она кинетическая. Только не обольщайтесь, стреляет она по-прежнему зелеными патронами. Просто ставится в первый слот, позволяя взять в пару паука, чельника например, или последнюю надежду. Как бы то ни было, это первая фьюжнка, которая ставится в первый слот, и этим она уже заслуживает внимания. Ствол, чеканные нарезы, который даст винтовке прирост по дальности стрельбы в 10 единиц. Жидкостные катушки, сократит время заряда и увеличит урон. Обычно именно этот тип катушек мы старались нарулить на Эрентиле. Еще один специальный перк, Рывок. Благодаря ему, часть урона, наносимого этим оружием, проникает сквозь стихийные щиты. Вау! Звучит круто! То есть, это вроде как фьюжнка, которая обычно ставится во второй слот, и имеет какой-то стихийный урон, но только в первый слот. И на стихийные щиты ей все равно плевать? Она их пробьет? Браа! На самом деле, как бы не так. Часть урона и правда проникает через щиты противника, но этого так мало, что вам не хватит снять и половины запаса здоровья у противников с красной полосой. Что уж говорить о пробитии щитов у желтых мобов или боссов. Вот вам сравнение лоб в лоб. Фьюжнка Бастион наносит урона мобу через щит ровно столько же, сколько любая легендарная фьюжнка с совпадающим стихийным типом урона. Тогда в чем профит? Может она пробивает щиты барьерных воителей? Нет. Вы можете взять абсолютно любую легендарную или экзотическую плазменную винтовку и получить те же цифры урона. И да, нам все еще нужна Идзанаги в первый слот в ПВЕ. Так что столь низкий урон от винтовки не то что ей шанса не оставляет, в принципе вызывает вопросы. Ладно, в ПВЕ все странно, может я чего-то не понимаю, но все еще горная вершина, все еще Идзанаги и все еще эти пушки важнее. Давайте в ПВП. Гиггс уже выпустил короткий монтаж, Фростболт использовал ее на своих стримах, Виш Юлак играл с ней в соло компеты. Значит она подходит всем, да? Ведь так? Мы должны складывать впечатления от игры в ПВП исходя из мнения тех людей, которые в десятки раз опытнее? Не думаю. Как эта винтовка для средних игроков? Бастион в Гарниле делает свою работу. Она убивает людей, иногда даже по несколько за раз. Ей хватает одного из трех бёрстов, чтобы превратить стража в прах. В каждом залпе к слову 7 зарядов, то есть винтовка напоминает полностью автоматический дробовик, ну или вроде того. И да, она способна убить ультующего игрока, если он будет идти по прямой на вас и не делать ничего, чтобы избежать гибели. Но в целом, Эрентил будет во много раз лучше. Она будет убивать на большей дистанции, она будет быстрее и точнее. У Бастиона неплохой параметр стрельбы от бедра, лучше, чем у многих плазменок, но этого всё ещё недостаточно. Время заряда, а точнее тип стрельбы очередями по 3, здорово мешает первое время. Эта фьюженка словно лорд волков из мира фьюженок. Она стреляет иначе, очередями, как импульсная винтовка. Но только вот лорд волков, хорошее оружие. С ним играют тысячи стражей и играют нормально. Оно чувствуется экзотическим. Ведь когда вы берёте экзотическую винтовку в первый слот в ПВП, вы ждёте от неё, что теперь вы получите какое-то преимущество над игроками. У вас новый, мощный экзот. Но в первый слот есть много другого крутого оружия для ПВП. Оружие, в котором я буду уверен, что оно работает отлично. Мне не нужно будет переживать о результате. Есть вот этот раздражающий миллисекундный перерыв между тремя очередями. Ты не готов к такому, когда пользуешься фьюженками. Мы привыкли, что Эрентил выплёвывает смертельный пучок снарядов на безумное расстояние мгновенно. Мы доверяем такому оружию. С бастионом такого не будет. К тому же, если вы убиваете идущего на вас противника, первым зарядом, винтовка продолжает тратить секунды на то, чтобы выстрелить ещё два раза. Тем самым, не оставляя вам шанса переключиться на противника, присущего вас с другой стороны. Ещё одним минусом можно назвать отдачу. Она тут до смешного огромная. Фьюженку задирает с каждым выстрелом в очереди. Я играл на геймпаде, и справиться с такой отдачей порой очень непросто в пылу битвы. Что в итоге? Экзотическая винтовка, которой нет места в ПВЕ, поскольку урон по сильным противникам всё ещё недостаточно большой. Занимает драгоценный экзотический слот, на который есть претенденты получше, вроде Лорда Волков в ПВП или Идзанаги в ПВЕ. Хороша в стрельбе от бедра, что помогает в ПВП, но проигрывает в дальности и точности прицельного огня многим другим плазминкам. И не ощущается действительно стоящей наградой за один из самых экстраординарных, сложных и запоминающихся квестов. Так что вердикт неутешительный. Пять невыспавшихся гладов из десяти. Ага. Пишите свои впечатления в комментарии, даже, наверное, впечатления от квеста было бы интереснее услышать, чем от самой винтовки. Как вам такой опыт? А я прощаюсь, спасибо за просмотр, удачи! Отдельная благодарность этим подписчикам, которые поддерживают выход роликов на канале подпиской на мой патреон. Хочешь оказаться в этом списке в следующем ролике, подпишись и ты, ссылка будет в описании.